Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. Сборная России по санному спорту отправилась в Северную Америку. Там пройдут два этапа Кубка мира. В Лейк-Плесиде и Калгари. В составе нашей национальной команды четыре спортсмена, представляющих Пермский край. Мужская двойка Владислав Южаков, Владимир Прохоров, а также Татьяна Иванова и Александр Перетягин. Они выступят на одноместных санях. Напомню, что в рамках первого этапа, который прошел в Австрии, удалось отличиться тандему Южаков-Прохоров. Они завоевали серебро. На соревнованиях международного уровня выступили и наши каратисты стиля кекушин. В Польше прошел чемпионат Европы и Кубок Старого Света среди юниоров. Взрослые спортсмены взяли три награды в разделе ката. Майя Брагина завоевала золото, а Денис Кухарев и Маргарита Суворова стали вторыми. Кроме того, втроем они оставили позади всех конкурентов в командном ката. А в первенстве отличились восемь пермских спортсменов. Общими усилиями юноши принесли в копилку восемь медалей. Шесть золотых и две серебряные. Стремятся попасть на международную арену и наши спортсмены, занимающиеся конфу. Первенство России по этому виду спорта, которое было отборочным, прошло в Санкт-Петербурге. В честь прикамья на этом турнире защищали более трех десятков человек. И все вернулись из города на невес наградами. Некоторым удалось встречиться сразу в нескольких дисциплинах. Подражающие стили, северные, короткое оружие, длинное оружие и парное оружие. Я выложился на полную катушку и завоевал все первые места. Я изначально готовилась занять все первые места. Соперников было тоже достаточно много. Сильные. Приехала, заняла первые места. Северный стиль, подражательные, короткое оружие, длинное оружие. Каждый сделал все, что было в его силах. И помог прикамской сборной занять первое место по числу завоеванных наград на этих соревнованиях. Всего на счету наших юных спортсменов 62 золотые, 38 серебряных и 16 бронзовых медалей. Результаты мы очень довольны, особенно тренеры, конечно. Но и то, что самое главное, наших ребят по соревнованиям отобрали в сборную России. То есть они будут представлять российскую команду на чемпионате мира и на чемпионате Европы. Чемпионат Европы будет состоится в Болгарии, а чемпионат мира придет в Пекине традиционно, по кунфу. Далее к событиям, состоявшимся на Прикамской земле. Молот Приками сыграл дома в рамках чемпионата ВХЛ. В гостях у нашей команды побывал спутник из Нижнего Тагила. На льду этой команды пермики проиграли дважды в этом сезоне и намерены были на этот раз взять реванш. Свои намерения они подтвердили заброшенными шайбами. В первом периоде по разу отличились Пескунов и Захарчук. А во второй 20-ти минутке бывальца Фикарп. 4-0 и, казалось, Молот уверенно движется к победе. Но не тут-то было. Спутник всего за минуту с небольшим с видимой легкостью сократил отставание вдвое. И на второй перерыв ушел в приподнятом настроении. В самом начале третьего периода гости забили вновь. И интрига в матч вернулась полностью. Вскоре Глебов позволил нашим вздохнуть чуть свободнее. Его дальний выстрел сделал счет 5-3. Но нижние тагильцы вновь нашли в себе силы забить. 5-4 за 7 минут до конца основного времени. Однако последнее слово все же осталось за Молотом. Сначала свой первый гол после возвращения в Молот забил Абрамов. А затем, когда соперник рванул спасать ситуацию, уже пустые ворота поразил Карлин. В итоге победа 7-4. С победой заслуженной. Я считаю, что на полуигры где-то противник показал, как надо организованно действовать и в обороне, и в атаке. При счете 4-0 команда поверила, что они сейчас еще 4 забьют. То есть матч длится 60 минут. Но тем не менее, выигрыш он всегда радует. Болельщик, я думаю, в первую очередь. Но я думаю, такие выигрыши оставляют пищу для размышлений. Далее наша команда отправляется на выезд. Впереди матчи в Сарове, Рязани и Пензе. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова